И мощную аспирантуру. И руководителем его в аспирантуре был Павел Александрович Боразов. Уже в 1958 году Юрий Павлович уже защитил диссертацию и, так сказать, плотно осел БИЛА, начиная работать с младшего научного сотрудника до старшего научного сотрудника. Причем в 1962 году ему официально присвоили звание старшего научного сотрудника. И работая в БИЛА, и позднее, когда он уже перешел работать во психологическом институте Горьковский, он неоднократно был в командировках за границей. Но по тем временам это уже говорит о достижениях человека. В частности, вот здесь он присутствует на подписании договора о сотрудничестве в ГДР. Договор подписывает непосредственно Вальтер Ульбрихт. Вот. Юрий Павлович, кроме Германии, был в Генгрии, в Югославии, вот тоже, что касается воспоминаний, достаточно часто он у себя в кабинете рассказывал, как пили кофе в Генгрии. То есть чашечка чуть побольше наперстка, и кофе, можно сказать, он не лился, а тянулся. И рассказывал, что пить его надо с кабану с сахаром туда и туда, ну и запивать обычной водой. Вот это вот тоже из воспоминаний о Юрии Павловиче. Значит, дальше. Юрий Павлович, пригласили заведовать кафедрой, как раз в тот момент, когда сельхозинститут переезжал с площади Минина, непосредственно, то есть из центра города на окраину в Щербинке, новое здание. Ну, естественно, это было не только новое здание института, это был полный чудесный городок. Кроме того, в это же время на агрофаге открывается новая специальность. Это агрофимия и подпроведение. И вот, прежде всего, в связи с этим Юрия Павловича пригласили. И дальше, совместно с Алексеем Васильевичем, они принимают непосредственное участие уже в организации, собственно, факультета. Агрофимии... А что вы имеете в виду? А что вы имеете в виду? Хорошо. Я же сказала, что вы имеете в виду. Вот. Они непосредственно участвуют в образовании самого факультета. Изучают при этом планы разных вузов по обучению агрофимиков, почвоведов. Ну, и усовершенствуют его, и принимают свой план. Двигаемся дальше. Юрий Павлович практически сразу после того, как пришел на кафедру, способствует закладке многолетнего опыта. И вот в 1964 году был заложен многолетний ходевой опыт по изучению удобрений, их сочетания и так далее. И этот опыт, к сожалению, в настоящее время завершен, но просуществовало 50 лет. То есть до 2014 года этот опыт был существовал. Затем периодически укаживали разные образователи, то есть были отчетки, ну, и на основе того, что были возняты на диссертации. Идем дальше. Также при непосредственном участии инициативе Юрия Павловича в 1964 году на территории Горьковского сельхозинститута создается медитационная площадка, на которой происходит изучение тех аспектов агрохимии, которые, ну, сложно изучить в полевых условиях. Но в настоящее время всех аспектов агрохимии как основной базы. То есть медитационная площадка изначально, это было прежде всего учебное значение имело, то есть отрабатывалась техника закладки и проведения медитационных опций, но со временем она становилась уже и базой научных исследований. Глядимся дальше. То есть вот такие примерно у нас стояли вегетационные домики, такие сосуды. Несколько позже на вегетационной площадке были заложены так называемые вегетационно-полевые опыты. Примерно вот так вот выглядели вегетационно-полевые опыты. Вот здесь опять-таки немножко к воспоминаниям Юрия Павловича Сиротина. Вот это мои опыты. Делались из картона, типа степлером скреплялись, потом запаивались в пленку, потом рылись канавы глубиной где-то метр. Туда ставились эти сосуды, ну и дальше уже это все закапывалось и не вглевалось к нужной почве. Так вот, один раз на традиционной площадке я и старший лаборант на то время Ирина Владимировна Иванова рыли эти канавы. Рыли уже вечерочком, где-то глубоко после 5-ти. Вдруг Юрий Павлович приходит на площадку и спрашивает, чего вы тут делаете? Мы ему говорим, да вот канавы говорим. Что он сделал? То есть он просто-напросто, так сказать, заработал материально нас почью. То есть он включил нас в авторский коллектив по хоздоговорной работе. То есть он требовал сотрудников выполнения работы желательно полностью в рамках обязанностей и поощрял, когда из рамок этих выходили. То есть в этом плане он был, конечно, такой человек очень хороший. Двигаемся дальше. Значит, Юрий Павлович, поскольку начинал работать непосредственно как агролог, он всю свою жизнь поддерживал отношения с сельхозпроизводителями. То есть идет проверка качества известкования. Ему это хорошо известно. Следующая картиночка Юлия Николаевна. А здесь были в Городецком районе в том числе почвенные экспедиции. И раскапывались, ну, копались почвенные разрезы. И, естественно, люди устали. А каждый человек – это живой человек. И вот после того, как последний разрез был закопан, сели отдохнуть. Да, видим, какие тут накрытия столы, какие-то стулья, кресла. Юрий Павлович, по большому счету до конца своей жизни Юрий Павлович постоянно поддерживал отношения с производителем. Не так вот в таких участвуя в наблюдениях за качеством работ, так и работая по договорам. Причем договора были самой разной направленности. И агрохимический план, и то, что сейчас называется агроэкология. Двигаемся дальше. Ну, вот то, что говорит Юрий Павлович, не только агрохимик, хотя он агрохимик до мозга костей, но и почвовед, вот он присутствует на съезде почвоведов в Сыкт-Петкаре. Двигаемся дальше. Ну, говорим, у меня фотографий много. А вот здесь вот один из первых составов преподавателей, которые вели обучение студентов агрохимиков, то есть те, кто работал уже непосредственно на факультете агрохимии и почвоведения. Все молодые, все красивые. Ну, к сожалению, многие из вас этих людей уже не знали. А дальше у нас пойдет фотография кафедры агрохимии, но более поздняя. И здесь, к сожалению, из присутствующих на фотографии в настоящее время осталось не очень много людей. А дальше хотелось бы остановиться на некоторых людях. Вот на первой фотографии у нас Людмила Александровна Стеклова. Она работала в сельхозинституте еще на площади Минина, потом работала здесь, и достаточно долго она имела отношение к музею. Людмила Александровна жива, правда, сейчас она не очень хорошо себя чувствует, но вот многие данные из истории получены в том числе благодаря ее рассказам. А вот здесь вот Павел Николаевич Бирюков, совсем молодой, стройный, худенький, работает на полях под присмотром старших товарищей. Что касается вот этих двух фотографий. На первой фотографии у нас лаборантский препаратовский состав. Вот. То есть, мы же всех вернула, у нас стоит, она в тот момент была подчиненная у Аллы Дмитриевны, которая обнимается и отдельно, вот, а самой взрослой среди них Ангелина Ивановна Миронова. Она тоже всю практическую жизнь работала на кафедре агрокимии и агрокимии, да? И вот на кафедре, наверное, два человека, не боясь Юрий Павловича. Это Ангелина Ивановна Миронова и Елена Ивановна Минина. Остальные все его побаивались или откровенно боялись. Вот, Ангелина Ивановна рабочий день начинался в 7 утра, то есть, она в 7 уехала, ехала она примерно от станции Синой, нижегородцы представляют, где это находится, да? И она первым делом приходила в кабинет Юрий Павлович Сиротина, чтобы убрать за ним его стакан. А стаканов было неисчислимое множество. То есть, практически по всему куда коннику, чай, кофе, куча подсеков. И Ангелина Ивановна вечно по этому поводу бубнила. Но она бубнила не потому, что она ругала Юрия Павловича, а потому, что она говорила, ну, столько же пить нельзя, пить и курить. Это же гробит здоровье. Не не то слово. Дальше вот на другой фотографии, Юрий Павлович, пожалуйста, на другой фотографии три красивых девушки стоят. Значит, идет Клара Николаевна Березина, ее Юрий Павлович переманил с кафедры почвоведения. То есть женщина была, ну, очень интересная. Красавица. Красавица. Вот. Дальше Инна Степановна Рзыбова. А вот Нина Степановна ушла с кафедры не потому, что там было плохо, а потому, что звание доцента, вернее, даже должность доцента получить было достаточно проблематично. на защите растений такая должность освободилась и Нина Степановна ушла на защиту растений. И Зоя Николаевна Юдина. Вот на кафедре, пожалуй, она была из того состава, состава Юрия Балчевой, сформированной, единственный человек, который не имел научного звания. Но Зоя Николаевна, ну, такой человек была, она тянула на себе вот этот многолетний полевой опыт. Она знала там от и до. Почему она не защитилась, но только ей известно. Вот, все. Ну, теперь можно дальше писать. Ирина Николаевна Александрова, этот человек, ну, это мать-наседка. То есть у нее ни один студент без присмотра в аудитории не оставался. Если студент идет к реактиву, Ирина Николаевна идет за ним и смотрит, чтобы правильно взял, правильно привил, не дай бог что-то где-то развеет. Идем дальше. Ну, здесь фотографии общения. Ну, вот что касается Массы Никитичны, она была как бы членом нашей кафедры, хотя всегда была по-человедам. Вот, ее на кафедре как-то все и всегда признавали, ну, своей, что ли. И главная подружка Елена Ивановна Мининой, ну, и, естественно, она общалась с Юрием Павловичем. На этой фотографии два Юрия. Юрий Павлович Сиротин и Юрий Котович Катилов. Юрий Котович Катилов, он был деканом факультета в протяжении тоже большого количества лет, 10-15 лет. Вот, тоже идет община. Двигаемся дальше. На этой фотографии остановимся слегка. Юрий Павлович и фосфорит. То есть, вот, как начал Юрий Павлович работать с удобрениями, так он, собственно говоря, с фосфоритами не расставался. Ну, пошло, наверное, все-таки от Павла Александровича Баранова. Как он писал свою диссертацию, это тоже из воспоминаний. То есть, я не знаю, сколько лет в общей сложности у него была готова докторская диссертация. И как он ее переписывал слева направо и справа налево. Как он доверял, не то, что каждый вывод, он выбирал каждое слово в выводе. То есть, такая тщательность, такая ответственность, а если говорить, сколько у него там изложено материала, то это опыты, ну, по всей ничерноземной зоне с воспалитной мукой. Это что-то с чем-то. И вот, когда я начинала работать, он с чего, чем заставил меня заниматься? Он меня заставил заниматься анализом воспалитной муки. То есть, метод титрования, метод весовой, метод калориметрический и заставлял делать, 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 пока отсходимости результата не будет идеальным. Он говорил, что, ну, если у тебя раздрыг показаний, то верить, в общем-то, нельзя. Ты должна набить руку ни в какой степени, чтобы, ну, с закрытыми глазами могла все это сделать. По большому счету, вот, целых два десятых грамма я могла не взвешивать. К концу вот этой вот двигаемся дальше. Лекции. То есть здесь тоже особое такое отношение. Когда я была студенткой, я лекции слушала у Дмитрины Ванны Луниной. У нее классические лекции, все разложено по полочкам, все студент слышит, что надо записывать, что можно пропустить, а когда поступил в аспирантуру, я уже слушала пошла к Юрию Павловичу лекции служить. Лекции обалденные, что записать не сильно поймешь. То есть его можно было слушать, раскрыть рот, но записать было достаточно сложно. Давайте дальше. Ну, здесь вот у нас идет защита дипломных работ. когда я с Юрием Павловичем вот так вот точно познакомилась, познакомилась, я с ним и первый раз поговорила непосредственно перед защитой своей дипломной работы. То есть мы с Владимиром Григорьевичем Бусаргином ждали отзыва от Бориса Алексеевича Никитина, отзыва все не было и не было. Вдруг приходит Юрий Павлович нам и говорит ну что такое два профессора один звонит другому, чтобы другой нашел студентку и передал ей, чтобы она спустилась и забрала свой отзыв. Вот чего не изменилось. Вот это был первый личный разговор с Юрием Павловичем. Двигаемся дальше. Ну, это тоже уже подведение итогов. Ну, и это последний сборок. Сплошной лимонад. Сплошной лимонад. Да. И по большому счету после защиты, то есть вот где-то в рамках празднования защиты, как раз Юрий Павлович предложил мне поступать в аспирантуру. Двигаешься дальше. Ну, здесь в актовом зале обсуждение идет. Дальше торопимся. начало учебного года обязательное мероприятие. Юрий Павлович выступает и говорит, как важно учиться и учиться. Двигаемся дальше. Демонстрация в те годы это тоже обязательное мероприятие. Вот. Дальше. Ну, здесь на встрече выпускников вы узнаете, да, что у нас раньше в феврале в обязательном порядке собиралась. Следующая фотография. Вот это одна из самых последних фотографий Юрия Павловича. И последняя фотография, и небольшой комментарий. Где? И последний комментарий. Первый раз, когда я увидела Юрия Павловича, это был третий курс. То есть агрохимия у нас начиналась на третьем курсе. До этого естественно мы знали о его существовании, что есть такой. Но химия была в другом крыле, к агрохимии мы не касались, поэтому его не видели, увидели первый раз, именно когда пришли на третий курс на агрохимии. Первое впечатление. Обалденно красивый мужчина. В общем-то из нас 46 девчонок, которые учились в потоке, как минимум 26 в него зараз влюбились. Ну и таким собственно говоря он остается. Все. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Пожалуйста. Далее я предлагаю вашему вниманию свой доглад «Найтирую историю развития биоэкологического факультета с момента образования до настоящего времени». Сразу скажу, что он у меня будет такой немножко сумбурный и истории настоящего времени. Ну вот, ну как уж получилось. Поэтому таким образом. История с уновлением факультета начинается уже говорили с 1964 года, когда на агрономическом факультете была открыта новая специальность агрохимии и почеловедения с планом приема 50 человек. Спустя 4 года, в 1968 году в Ольковском сельскохозяйственном институте был открыт факультет агрохимии и почеловедения. В связи с необходимостью подготовки специалистов для внедрения продукции химической промышленности в сельскохозяйственное производство. Первым деканом стал доцент кафедры почеловедения Войкин Лев Михайлович, который возглавлял факультет в течение 4 лет. Далее деканами становились доцент кафедры агрохимии Усточкин Валерий Григорьевич, который в течение двух лет руководил факультетом, и профессор кафедры химии Катилов Юрий Федорович, который в течение 10 лет также руководил факультетом. В 1985 году факультет возглавил кандидат сельскохозяйственных наук доцент кафедры агрохимии Усточкин Владимир Григорьевич, который ввел бразды правления в течение 15 лет. Он внес существенный вклад в развитие факультета. В 1995 году при его содействии открывается новая специальность агроэкология, которая позволила значительно повысить как рейтинг факультета, так и расширить сферу научных интересов. Так как проблемы экологии в сфере сельского использования земельных ресурсов становились все более актуальными, а специалисты в этой области более востребованными. Далее в течение более чем 20 лет факультетом руководила небезызвестная вам доктор биологических наук профессор Полякова Надежда Васильевна. В 2005 году при ее участии факультет был переименован факультет почвоведения, агрохимии, агроэкологии. В 2015 году на факультете была открыта магистратура по двум магистрским программам экологизации сельских территорий на кафедре агрохимии, агроэкологии и агроэкологическая и правовая оценка земель проектирования агрохимии, 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 управление почечным плодородием ландшафтов и питанием культурных растений, плана приема 10 человек на очное обучение и 9 на заочное. В этом году кстати у нас набор на очное обучение будет, так что четвертый курс имеется в виду. В 2023 году на факультете осуществляется набор по двум новым профилям агроэкологии рациональной природы пользования и экологический мониторинг и экспертиза в системе обеспечения безопасности АПК. На факультете действует аспирантура при двух кафедрах. На кафедре агрохимии и агроэкологии под руководством доктора селскохозяйственных наук профессора Титовой Веры Ивановны действует аспирантура по двум научной специальностям. Первая это агрохимия и агропочеловедия защиты карантин растений и второе это экология. На кафедре почеловедения природозejностного под руководством доктора биологических наук профессора Поляковой Надежды Васильевны. Подготовка кадров высшей школы ведется по научной специальности почвоведения. В структуру биоэкологического факультета входят четыре кафедры, две из которых являются выпускающими. А то студенты, может, даже не знают, что там две кафедры тоже наши. Кафедра агрохимии и агроэкологии, заведующая кафедрой профессора Цитова Вервана, кафедра почвоведения и природообустройства, заведующей кафедрой профессора Поляковой Надежды Васильевна, кафедра химии, заведующей кафедрой доцент Левиков Валерий Евгеньевич, и кафедра истории, философии и социологии, заведующей кафедрой доцент Кашнова Ксения Александровна. Ну а теперь, подходит к вашему вниманию, я остановлюсь на выдающихся преподавателях нашего факультета настоящего времени, потому что про прошлое вам уже рассказали, а про настоящее вы с ними знакомы лично, но, возможно, это скорее больше будет для студентов, не знаете о всех наших достижениях, наших преподавателей. И вот я хочу, чтобы вы это знали, в каком уникальном месте вы учитесь. Цитова Вера Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации, заведующей кафедрой агрохимии и агроэкологии. У Веры Ивановны огромное количество наград, разных статусов. Возможно, я что-то...